Трудные места с библейским порталом Экзегет. Сожжённые в совести. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. Такое странное выражение. Вроде бы мелочь. В общем, его проглядеть совсем нетрудно. Без него примерно понятно, о чём идет речь. Но оно стоит и как-то заставляет нас задуматься. Начну с 1 стиха, чтобы был ясен контекст, и на дальний перевод. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Хотелось бы, конечно, поконкретнее, но, может быть, дальше и будет конкретность. «Через лицемерие лжесловесников, сожжённых в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, ну и так далее». Ну, ладно. Лжи учителя, лжесловесники, кстати, конечно, звучит как будто учителя русской литературы без соответствующего диплома. На самом деле псевдологус – это говорящий ложь. Лжец можно перевести без таких изысканных каких-то церковнославянских выражений. Но будут те, кто будет внимать духом обольстителем, бесом, и кто будет ложным учить, но это такое общее место, мы часто это встречаем. Почему они сожжённые в совести? Совесть – хорошая вещь, не правда ли? Мы скажем, бессовестный человек – это плохо. А может ли человек быть сожжённый в совести? В смысле, ну, первое, что приходит в голову – два варианта. Либо у него совесть сожжена, он бессовестный, тогда всё просто. Почему она сожжена? Какое-то внешнее воздействие было. Либо, наоборот, человек, у которого пламенная совесть. То есть, разве это не здорово? Разве это не хороший человек, такой совестливый, ответственный, подходящий ко всему всерьёз? Если по-гречески, тут такое длинное, сложное слово – «кэкаустериясменон тенэдиэн сюнейдесин». Можно это даже понять, как те, на ком совесть выжгла клеймо. Ну, понятно, скот клеймят, да, берут какой-то тавро железный, раскаляют и прикладывают очень-очень, да, не животно-любивая практика, прикладывают к их шкуре, чтобы это тавро на них осталось. Вот на них совесть, получается, такое тавро оставила. Опять-таки, ну, это как-то немножко жестоко звучит, но разве это плохо? Давайте подумаем. Вот нередко бывает среди людей как раз глубоко верующих, искренне верующих. Это действительно противоположность бессовестности, какой-то беззаботности, такой разудалости, да. Вот среди людей глубоко верующих есть люди, которые все время думают, как бы им что-нибудь ни съесть, ни выпить, ни сказать ни то. Они постоянно себя грызут, они без конца себя упрекают. Это их совесть. Но в результате с таким человеком говорить невозможно, а дело иметь – это вообще лучше сразу просто убежать от него за 10 километров. Потому что он ни о чем другом не думает. Он думает только о том, что где-то он что-то согрешил, вот он не так сказал, и в результате этот человек становится чудовищным эгоистом. Не правда ли? При этом он старается быть, ровно наоборот, он старается быть предельно самокритичным. Но можно же кричать «я хороший, я замечательный, я прекрасный», а можно кричать «я ужасный, я кошмарный, я все сделаю плохо». Все равно «я, я, я», все равно «я центр мира». Он не замечает больше ничего, такой человек. И, конечно, иметь с ним дело – это абсолютно бесполезно, потому что какие договоренности, он же величайший в мире грешник, он оскоромился всеми мыслимыми видами непостного поведения, пищи и прочего. Об этом он думает. Он в ад уже заглядывает и, в общем, там прописку себе оформляет, а мы его упрекаем, что он там дедлайн какой-нибудь не соблюдает, или там, я не знаю, плохо оформил документ, или там криво положил кладку, если он на стройке работает. Какое вообще дело нам до этой кладки, когда он уже в аду двумя ногами стоит за свои страшные прегрешения, да? Ну да, но это мои фантазии. В тексте этого не написано. Смотрите, а дальше Павел поясняет, что, собственно говоря, эти люди делают. Они запрещают вступать в брак. Почему? И употреблять пищу то, что Бог сотворил. То есть, фактически, эти люди, начиная, может быть, с себя, навязывают другим стандарты. А почему запрещают вступать в брак? Кстати, в этом же послании мы это отдельно разбирали. Было про то, что женщина может спастись, рожая детей. Значит, брак — это вовсе не какое-то препятствие к спасению. И Павел об этом очень ясно говорит. А почему они запрещают вступать в брак? Ну, вы знаете, есть такое представление. Оно давно было и, наверное, всегда было. И сейчас оно есть, что семейная жизнь, она удаляет человека от Бога. Ну, как это? Пеленки, сопли, носы сопливые, коленки разбитые, денег все время не хватает, все там дома надо чинить, покупать чего-то без конца. Где тут про Бога вспомни, да? Нет, этого ничего не нужно. Это все мирское, греховно. А ты вот молись, спастись. Про посты, кстати, отдельно запрещают употреблять пищу то, что Бог сотворил. Так, а можно подробнее? Все-таки в среду и пятницу, наверное, мясного нельзя. И молочного тоже. Яйца тем более. Или как? Или только Великий пост имеет цвет. А неважно. То есть, смотрите, Павел не говорит, что пост — это ерунда. У него есть другие места, где он говорит, что я лучше не буду есть мясо вовек. Такой немножечко избыточный эмоциональный оратор, да? И здесь он говорит только об одном, что сама по себе пища хороша, дабы верные, познавшие истину, вкушались благодарением. А они разберутся, когда им чего есть, когда им не есть, вступать им в брак, не вступать. Павел отговаривал вступать в брак, да? Говорил, желаю, чтобы все были как я. Он был не женат. Ровно по этой причине. Но не потому, что он на себя смотрел своим пупком, любовался и думал о том, какой он страшный грешник, а потому, что он действительно занимался проповедью христианства. И те самые коленки, пеленки, носы, каши, заработки ему бы в этом очень сильно мешали. Он себя всего отдал этому служению. Но нигде и никогда он сказал, не сказал, вот не женатые — это настоящие верующие, а женатые или замужняя женщина — это так, это второй сорт, да? Он давал совет, лучше вообще, конечно, не жениться, потому что много будет проблем в жизни. Хотя сам он этих проблем не узнал, да. Это мой комментарий на полях. Ладно, так вот, но эти люди говорят, вообще нельзя вступать в брак, потому что вот это Богу не угодно, потому что мы эти стандарты навязываем другим. И человек, который начинает со своей совести, действительно нередко требования своей личной совести очень высокие. Начинает накладывать на остальных, но совесть у каждого своя. Сами разберемся, в конце концов. У каждого свои проблемы, свои призвания, свои искушения, свои потребности, свои возможности. И считать, что твой идеальный образ, которого ты сам не достиг, ты же сам кричишь, что ты великий грешник, так вот твой идеальный образ хрустального тебя, он для всех. Откуда ты это взял? И вот отсюда начинается эта навязчивая аскетика. Но, кстати, вот в нашей российской жизни это была огромная проблема в 90-е, 2000-е. Иногда и сейчас встречаются, называются младостарчеством обычно. Но это тоже такой ярлык, можно без него обходиться. И дело не в возрасте, кто там молодой, кто там старик. Дело в подходе, когда человек начинает накладывать на других свои стандарты. Причем, благо бы эти стандарты были от Бога, там 10 заповедей, например. Да, это не его стандарты, а Божьи. А когда он понимает что-то совершенно по-особенному и руководствуясь требованиями своей совести, навязывает ее другим. Но для этого совесть, очевидно, должна выжечь его дотла и оставлять на нем это вот горящее клеймо. И он не может успокоиться, потому что вот оно зудит, оно чешется, это клеймо, выжженное на нем. И ему нужно, чтобы на других оно тоже зудило. Печальная картина. Ну, я свой перевод прочитаю для такого закрепления материала. «А дух ясно говорит, что в последние времена найдутся такие, что отступят от веры и последуют залжевыми духами и бесовскими учениями. Их будут лицемерно обманывать проповедники, чья совесть выжжена дотла. Они не дают заключать брак и заставляют воздерживаться от пищи, которую сотворил Бог. И те, кто верен и знает истину, могут есть эту пищу с благодарностью. Все, что сотворил Бог, хорошо. И любой пищу нужно не отвергать, а принимать с благодарностью. Она освящена Словом Божьим и молитвой». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.